Как вы прогнозируете с учетом изменения погоды, все-таки действительно сейчас на пороге дождей и распутятся, действительно ли там, ну в ноябре условно, говорят про вторую половину ноября уже точно твердо, погода испортится окончательно бесповоротно до холодов, еще как-то ждут, что там может быть неделя-другая, еще что-то будет происходить. При изменении погоды вообще как бы шансы для Москвы с любыми контрнаступательными действиями, скажем так, ну как бы заканчиваются. Да, конечно. Ну а как, ну видите, вот танки же должны ездить куда-то, грузовики ездить, боевые машины, пехоты должны как-то двигаться, а если распутятся, они могут двигаться только по дорогам с твердым покрытием. Таких дорог не так, чтобы много. Кроме того, когда колонна идет, такой плотной колонной техникой идет по дороге, она становится уязвимой для, ну скажем, для артиллерийских налетов, для ударов хаймарсами. Были несколько случаев просто документированы и просто на видео показаны этим летом и этой осенью, как колонны накрывали, я имею в виду колонны русских войск, накрывали огнем хаймарсов. Ну и все, и колонна, значит, исчезала куда-то там, превращалась в обломки. Нет, распутиться это серьезное дело. В распутиться воевать можно, конечно, но очень трудно. Понятно, что на разных участках, ну там, где разные почвы, там разные влияния климатического фактора на военные действия. В городских условиях, ну там же дорог много с асфальтовым покрытием, там проезды в основном твердые, там дождь идет, ну, конечно, это мокро, но ездить можно и танки могут ходить. А вот там, где этих дорог нет, значит, там, ну, все замирает на какое-то время. Артиллерийские дуэли могут продолжаться, но и то тоже, понимаете, значит, ведь дальнобойная вот эта артиллерия, она выезжает на какой-то участок, делает, дает залп батареи, потом моментально сворачивается и уезжает на другое место. Потому что сейчас вот эти приборы и устройства, ну, локаторы ради, значит, противобатарейной борьбы, они достаточно быстро фиксируют на место запуска, на место стрельбы, ну, и тогда наводят на это место, значит, свою артиллерию. Значит, тактика какая? Выстрелил, уехал. Приехал, выстрелил, уехал. Ну, а если распутится, значит, двигается. Или вообще не двигается. А вот, смотрите, Юрий Евгеньевич, последний буквально вопрос. Вот передача Атакамс, вот эти, которые на СО-65, и вот мы их обсуждали, кстати, с вами, будущий период, кассетный начинка, кассетный боеприпас. Как она уже изменила, если изменила? Или там, предполагается, изменит ход военных действий, ну, на юге, в этих местах? Повлияла ли она, в принципе, на ваш взгляд? И вот как это оценивают, может быть, западные наблюдатели из тех источников, которыми вы пользуетесь? Что можно сейчас сказать, вот, промежуточный какой-то итог? Ну, промежуточный – это совершенно очевидная вещь. Ну, тоже, как и диагноз было там и так далее. Ракеты появились, вся дискуссия о том, что дадут Атакамс или не дадут, значит, она уже в прошлом. Дают, дадут, дали, во-первых, а во-вторых, будут давать еще. А раз так, значит, нужно… ну, это очевидные вещи, об этом тоже мы, по-моему, говорили и будем говорить. Значит, российским войскам нужно уходить, переносить основные логистические центры, ну, вообще основные, ну, ключевые элементы инфраструктуры военной, в том числе военные, значит, командные пункты, переносить там, где штабы дивизии или штабы армейские, штабы и так далее. Нужно переносить все это на территорию, либо в Крым, либо на территорию России. Ну, соответственно, плечо, это логистическое плечо по доставке боеприпасов, оно увеличивается, по крайней мере, вдвое. Соответственно, нужно либо вдвое больше грузовиков, либо вдвое меньше боеприпасов будут поставляться в, значит, в зону боев, туда, где бои идут. Ну, это вдвое снижает боеспособность, боеспособность российских войск. Это первое. Второе, ну, с аэродромами тут сложнее, потому что, да, аэродромов много, боевую авиацию, а вот с вертолетами хуже. Самолеты можно легко перевезти уже на территорию России, собственно. И им долететь до места, где там они будут бомбить или ракеты пускать и так далее, им тут проблем нет особых. А вот с вертолетами тут уже посложнее немножко, потому что увеличение в два раза, значит, вот этого времени и расстояние полета, это уже тоже некоторым образом снижает их боеспособность. Ну, теперь, что еще? Ну, вот конкретный пример, да, есть ТАКМАК. В ТАКМАКе есть ключевой логистический железнодорожный хак. А ТАКМСы достаточно точные ракеты, и если там десяток другой этих ракет будет попадать там с интервалом раз в две недели по этому железнодорожному узлу, значит, то его пропускная способность будет стремиться к нулю, как говорят математики, да, стремиться к нулю. А это уже важно, это уже стратегический выигрыш. Ну, вот то, о чем сегодня можно говорить более или менее определенно. А дальше, ведь, понимаете, ну нельзя же всю вот эту инфраструктуру, логистическую, командную и так далее, все это отправить на территорию России. Значит, что-то будет находиться на территории этих самых ДНР, ЛНР, на других территориях, ну и, соответственно, удовольствие ниже среднего, если там командный штаб дивизии какой-нибудь будет разгромлен, ну или дивизионного уровня. Или там еще что-нибудь такое произойдет. Все-таки командование, командные пункты нужно держать достаточно близко от линии фронта. Мало ли чего там может произойти. Субтитры создавал DimaTorzok